Всем привет! Это «Дело вкуса» Юрский период. Кулинарное шоу, где готовят настоящие мужчины. Не переключайтесь. И еще вот с этой лавандовой салфеткой просто шикарно. Можешь закусить лавандую салфетку. Вот возьмешь на поруки и будем готовить на пару. Дети остались дома на хозяйстве. Куриная грудка, казалось бы, суперпростой продукт. Но вот как из него приготовить что-нибудь необычное, расскажет Света Солянкина, наш эксперт. Куриная грудка тем и хороша, что рецептов множество. Даже национальные кухни могут спорить между собой по поводу приготовления. Сегодня один Юра приготовит куриную запеканку по-итальянски, а другому достанется рецепт куриной грудки по-тайски с бурым рисом и грибами. Какая курочка победит? По-тайски или по-итальянски? Вот так сражение. Пойду к парням. Привет. Опа, не изменяя традициям. Самый любимый, самый полезный, самый распространенный продукт куриное филе. Да, если говорить о Китае и японии, то, наверное, ты был бы прав сейчас. У нас Юра Заяц просто китаец, он любитель восточной. Нет, я любитель, да, турецкой кухни, и там рис делают шикарно. Сегодня будешь готовить нашу местную, вкусную, приднестровскую. Почему-то мне так кажется. С удовольствием. Будет именно так. Рецепты уже на столе. Так, ты яичный желток берешь. Ты всегда первый, а ну, нет, отпускай у нас желтого цвета. Что-то мне очень осторожило, что ты подхватил этот рецептик. Да, смотри. Подкупил? Нет. Он знает, что... Подсказка была какая-то. Что обычная паркулка из зала. У нас ни ведущие, ни эксперты секреты не выдают. Рецепты тем более. Ну ладно, человек выбрал, да выбрал, я ему даю шанс. Бери свой. Стой, я хотел узнать женское мнение. В общем, давайте поднимать его. Подожди, какой это цвет? Персиковый. Пудровый. Персик и лимон. А то у женщины обычные цвета, это какие-то необычные. Прошел час. Куриное филе с грибами. Куриное блюдо по-тайски отличается остротой вкусов, смешением острого, сладкого, соленого. Вот посмотрим, как справятся парни. У меня куриная запеканка. Особенность куриной запеканки заключается в том, что она должна быть сочная. Многослойность обеспечит эту сочность. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. За продуктами, под музыку. Идем. Парам-пам-пам. Да, в этот раз я понял, брал себе рецепт. Объем курицы, куриная грудка у нас одинаковый, поэтому... Что, сразу на стол? У нас не куриная грудка, у нас нормальная грудка. А объем... Продукта, да. Помидоры, моцарелла, смотри, они так удачно вместе, это тоже мое. Ну, видишь, у меня есть чем ответить. Грибочки. А кому достался... Кому достался рис? Кому? Знаешь, это не я. А, это мне бурый. Ну, посмотрите, умеешь готовить рис? Где же он бурый? Нет, этот рис все-таки бурый. Разновидность, потому что бурого риса тоже бывает несколько сортов. Я больше, чем уверен, что он будет сырой, потому что его будет готовить заяц. Раз главный ингредиент у нас сегодня куриное филе, значит, работать начинайте с него. У меня три главных ингредиента. Рис, грудка и грибы. Что еще нужно, чтобы приготовить идеальное блюдо? И съесть суперполезное блюдо. Да, грибочки. Если это большие, режем на четыре части. А если это маленькие, то режем пополам. Отлично. Юра Чернявский. У меня вообще тут все просто. Я нарезаю и сразу же делаю запеканку. Понимаешь, никуда это не складирую отдельно. А вот все, сразу готовлю блюдо в режиме онлайн. Слушай, Юра Чернявский, главное, чтобы твоя запеканка не получилась, знаешь, как раньше в детском саду. Когда ее мы не сильно любили. Не знаю, как вы, но я точно. У Яны вторую передачу подряд. Какие-то флешбеки из детского сада. Что-то там было с питанием, ей не все нравилось. Но, видимо, питание было высококачественным. Выросла красавица. Юра Чернявский, объясни, как нужно нарезать? Нарезаем поперек. То есть берем вот кусок филе. И я буду немножко наискосе вырезать. Все-таки интересное у меня блюдо получается. Грибы нужно замариновать перед тем, как дальше с ними работать. Отдельно, хотя потом это все будет вместе готовиться. Безусловно. Мариновка тоже очень интересная. Сладкий соус чили. Обожаю его. Тайский продукт. Оп. Три ложки в столовой. Считаем все. Раз. Два. Это могу с уверенностью сказать, что практически победный продукт. Добавляем сюда еще один, не менее важный. Мускатный орех. Да, треть чайной ложки мускатного ореха. С мускатным орехом нужно быть поаккуратнее. Если треть чайной ложки, то треть. Не больше. Да. Да, Юрий? Так, и теперь соль, перец. По вкусу. Да, соль, перец по вкусу. А вкус у Юры Зайца, мягко говоря, так. Специфический. Нет, шучу. Прекрасный вкус, Юр. Продолжай. Перчим. Ну, и теперь можно вымешивать. Так, ты же помнишь, что мускатный орех – это идеальная приправа к грибам? Серьезно? Ну, и, конечно, маринад. То, что мы замариновали, нужно попробовать, чтобы понимать, хватает ли там соли, перца. Главное правило Юры Зайца – это все попробовать. Ну, и, конечно, с соусом. Конечно. Юра Заяц молодец, всегда пробует продукты по ходу пьесы, что называется. Ну, хочет выиграть, это похвально. С остриночкой, с лодиночкой. С сырой же. Вкусные. Вкусные. Вставляем. Тогда продолжаем. Юра Чернявский тоже начинает какие-то манипуляции с курочкой проводить, Юра, скажи, что делаешь. Да, немножко надо, я их нарезал поперек, теперь, ого, так скажем, мариную в соли и перце. Ого. Больше ничего не будет? Пока. И потом буду выкладывать полно. Слышишь там по правую руку, возгласы, да. Ого. Что такое? Да я просто все уже дошел до грудки, прочел, что нужно нарезать и сложить ее в пакет. Юра Чернявский, рассказывай. Смазываю форму для запекания растительным маслом и потом буду выкладывать филе. Буду делать это с наклестом друг на друга. Слушай, оно супер просто. Ну, пока еще я не представляю, как это все будет выглядеть, только фрагментарно, частично. Ну, сейчас посмотрим, я продемонстрирую все. Ну, вот смотрю на вас, друзья. Вот, смотри. Давай. Беру кусочек филе, выкладываю. Покрывальце делаешь, да, такое? Да, да. Следующее беру и вот так вот с наклестиком. Я думаю, хватит. Ты предполагаешь, что следующий слой будет сырный или помидорный, да? Нет, я буду потом делать соус, но это отдельно. Дождемся. Да. Юр Зайц. Да. У тебя там тоже работа кипит. Вот так. Еще как. Так, хвалю. Еще как. Вы вообще молодцы, эти блюда для вас супер простые, потому что вы уже скилл свой подняли. Ну, не скажи, что супер простые. Везде надо стараться. Я думаю, что в этот раз я все-таки воспользуюсь помощью эксперта, потому что следующий пункт у меня там, ну, есть небольшие у меня сомнения, поэтому я буду звать. Чуть-чуть позже, Юр. Конечно. А сейчас предлагаю провести викторину. Вы как? Я предлагаю сыграть викторину. Первый вопрос. Какая часть курицы наиболее богата белком? Ножки, крылышки, филе? Белком? Филе пусть будет. Принято. Раз у нас филе, пусть будет филе. Вот логика. Есть она, кстати. Как женская. Ага. Немного? Ножки. Либо крылышки. А я больше за ножки. А что не за крылышки? Крылышки. Правильный ответ – сиренофиле. В грудке содержится максимальное количество белка. Как думаете, сколько процентов? А есть варианты ответа? Нет. А вот не хочу думать теперь. Процентов 80, не знаю. 20. Второй вопрос. Чуть-чуть перебрал. Какой способ приготовления максимально сохраняет сочность куриного мяса? Запекание, варка, на пару. Запекание. Нет, подожди. Максимально сохраняет сочность. Запекание. Запекание, варка, на пару. Варка. Принято. Юра Заяц? Не знаю. Запекание. Друзья, мы на пару. На пару? Да. Если приготовить грудку таким образом, она будет очень сочной. 1-0. Пока Юр черняк. Вот возьмешь на пару, и будем готовить на пару. Третий вопрос, Юра Заяц. Какой гарнир диетологи считают идеальным для курицы? Картофель, макароны, бурый рис? Бурый рис, наверное. Если диетологи. У меня бурый рис. Я бы и макароны выбрал, и все. В общем, что там было? Картофель или макароны? Юра Заяц? Давай, подумай. Картофель. Точно? Да. Все равно неправильно. Бурый рис. Совершенно верно. Юрий Чернявский. 2-0. Сегодня викторина лучшей. Юрий Чернявский. Извини, как-то так немножко вышло. Учитывая, Юра, что бурый рис у меня. Ах, вот как ты заговорил. Ты же понимаешь, да? Вот как ты заговорил, да? Где будет победа? У меня один вопрос. Что происходит? Юра Заяц? Играется с пакетом. Играется с пакетом. Скажи спасибо, что он маленький. Я примерялся. Поэтому в нем сегодня только буду мариновать. Но для этого мне нужен эксперт. А мне эксперт не нужен. У меня, в принципе, посмотри, какая красота. Уже полдела сделано. Я оценила. Ты сейчас будешь делать намазку? Да. Юра Заяц, эксперт нужен, да? Да, 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 конечно. Давай громче, пожалуйста, чтобы услышала у тебя Светлана, твой вот этот вот печальный виск. Свет, пожалуйста, приходи. Позвал Светлану мне помочь чернявски. Нет, просто надо зрителям объяснить, что же он будет делать, что за намазка. Так нас снимали только что. Так я здесь. Хорошая бэкстейдж. А что за ингредиенты в намазке? Сто граммов майонеза, зернистая горница, пару ложечек. Горница? Горница. Горчица. Я записала. Перчик и сухой чеснок. И все. И что с этим делать? Это все мы смешиваем ингредиенты и будем... И красиво намазываем. И оформляем, да. Все, мы поняли. Юра, это реквизит, это не просто пакет. Победный пакет, да? Надо проверить на наличие дырок, потому что Юра заиграл с этим пакетом цвет. Ну и получит, соответственно, сложит голову на плахе. Зато Юра жив. Так, давай сюда. Сгружай товар. Две столовые ложки муки. Две столовые, это тут же больше, Юра. Берем столовую. Хорошо, что позвал меня. Две столовые ложки. Привык, что эксперт и все. Тебя операторы цитируют, он говорит, и так сойдет. Ты разошелся на мемы. Я уже давно это не делаю. Главный молок страны. Но дело твое живет. Да, муки, соль. Соль, соль, соль. А вот она. Угу, и полеет. Я, если честно, не смотрел, сколько. Ну, думаю, столько хватит. Ну, давай еще. Да? Ну, вот. Я, в принципе, вас для этого... И позвал. Зачем еще? Я же Солянкина. Дальше. Так, поехали дальше. Черный перец. Черный перец. Черный перец. Не черный бумер. Черт, вот такое идет. Давай еще, еще, еще. Не бойся. Труси. Угу. Мамалыгу. О, хорошо. Все, еще, да? Все, хватит. Что у нас еще? Теперь, туда добавляем еще сухой чеснок. Дети остались дома на хозяйстве. Сухой чеснок. Так, сухой чеснок. И позвали тетю Свету. И теперь копченая паприка и немного орегано. Вот что значит немного? Вот бери орегано. Угу. Немного орегано, Юра, это вот в твоем понимании немного, это сколько? Вот я сыплю, а ты говори. Давайте, хорошо. Дайте я попробую. Все, все, все уже. Так, а что у нас с копченой паприкой? С копченой паприкой я бы, наверное, больше плюхнулся. Не согласна. Чайную ложку. Чайная ложка с горкой. Давай. Молодец. Горка-то может быть. Горище. Ну да. Ну давай, пусть будет. Ничего страшного. И вот сюда, Юра, теперь загружаешь курицу. А зачем пакет, Свет? А сейчас увидишь. Ян, я уже жарить, так что балл за скорость, пожалуйста, зафиксируй. Я еще не приготовил ничего. А ты работаешь. Не торопись. Ну что, зелень я нарезал. Наконец-то никакого постороннего звука нет, который отвлекает. Соглашусь. Это пойдет следующим слоем. Да, вот прям вот так и добавляем. Такой слоеный пирожок у нас сегодня. Что-то типа этого, да. Классик. Мне уже не терпится, когда ты это все накроешь сырной подушечкой. Смотрю на эту шайбу моцареллы, у меня... Да, мне она тоже нравится. Я тоже обратил внимание. Сыра будет, значит, много. Ну, по крайней мере, достаточно. А это всегда плюс дополнительный балл от нашего жюри. Конечно. Ян, следующий слой помидоры нарезаем тоже слоями. Вот так вот. И потом тоже в нахлест их будем. Помидоры дадут сочность запеканке. Поэтому они там в самую тему. Любишь хоккей? Отлично. Отлично отношусь к нему. А у меня вот такая вот шайба есть. Дождалась. Ты любишь тоже, да? Три. Сейчас будем натирать и делаем вот эту верхнюю сырную подушечку. Супер, согласна. Иду к духовке, разогретой до 180 градусов на 30 минут. На разогретую сковороду выкладываем мясо. При этом не перемешиваем. Чтобы оно успело запечататься. Одновременно на другой сковороде будем обжаривать грибы замаринованные, но уже на сливочном масле. Тоже до золотистой корочки. Буквально 5 минут. И теперь переворачиваем. Видно, как курочка подрумянилась. Теперь также вторую сторону запечатываем. Когда курочка из другой стороны запечаталась, добавляем 200 миллилитров куриного бульона. Сюда же 3 столовые ложки бурого риса. И сладко-перченый соус чили. Тоже 3 столовые ложки. Очевидно, полнейшая азиачина. Накрываем крышкой и тушим до готовности риса. Знаете, я что заметила? Вот как-то тенденция складывается. То, что нравится нам, не всегда нравится жюри. Бывает, конечно. Бывает, правда? Поэтому гарантировать что-либо невозможно. Эта программа называется «Дело вкуса». А значит, у всех вкусы разные. Сегодня Юра Чернявский приготовил запеканку куриную с помидорами, с намазкой там, с сыром. В общем, там всего полно. У Юры Зайца что-то на тайские какие-то мелодии, мотивы. Здесь полноценная азиатская еда. Ну, вообще выглядит шикарно. Не то, что там пирожок. Песня та же. У нас сегодня дамы в жюри. Я буду инсайдером, но скажем. Да, значит, перчим больше. Ну что, Юра, пробуем. Режется хорошо. Так, чтобы все захватить. Режется хорошо. И вот весь этаж и намазка просматривается, кстати. Вот, знаешь как, вроде мясной пиццы. Вот мясной корж, а потом все остальное. Курица не разваливается на волокна. Она держит дно. Вот такое впечатление. Вот держит дно. Это очень правильное определение Юрия. Ну, не дно в смысле? Юриного блюда. Ложку, не больше. Ага. Давайте так, чтобы мясо было. Все, все, хватит, 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 Юра. Сейчас тут кусочек мяса, чтобы попал. Вот, вот, вот. И здесь все есть. Все, достаточно. Ах, какой плов. Ложку убери. Оп, азиатский плов. Так, клади ложку сюда, не страшно. У нас, мы тут за кулисами. У нас такой бэкстейдж. Для зрителей это, то есть, как говорил Звонич. Все, как мы кухня. Причем тут борщ, когда такие дела на кухне. Так, пробуем мяско. Мяско. Грибы я потом отдельно поняла. Вот он. Что-то же ты жарил? Да. А не со сладким соусом. Юра, я тебе честно скажу, У жюри может быть претензия только в одном. Дело в том, что особенность бурого риса в приготовленном виде, он не должен быть как каша в общепринятом смысле. Он должен быть аль денте, вот на итальянский манер, тайский вариант. Здесь так и получилось. Правильно получилось, значит. То есть, он готов, но он аль денте. Насколько к этому готовы наши жюри, мы сейчас узнаем. АПЛОДИСМЕНТЫ М-м-м, красиво. Красиво. Базилик. Сыр. Я вижу помидоры. А что-то даже не хочется это пробовать, это хочется рассматривать. Неплохое начало, согласись, коллега. Такое неплохое. На завтрак пойдет. Очень хорошее сочетание курицы и вот этого вот соуса. Как он называется? Это бальзамический крем. Вот, бальзамический крем и курица, и помидор. Это прям идеальное сочетание. Слушайте, оно должно быть горячее, или он вот таким и должен быть? Кому-то нравится погорячее, пожалуйста, кому попрохладнее, тоже. М-м-м, горчичка. Зернами. Это прямо очень вкусно. Вот я думаю, я думаю, что это сделал Юра Зайц. Да, это вкусно, а вот я это не просто. А в данном случае вот эта запеканка, это очень просто. Во-первых, это напоминает пиццу, да, потому что вот как-то вот все слоями, тут и мясо, и помидоры, да. И сыр сверху. А второе, мне это напомнило, мясо по-французски. Хотя и готово. Ты знаешь, вот это вкуснее. Блюдо итальянское. Хотя вот это вот вкуснее. Сегодня итальянцы победили французов, на мой взгляд. Да. Я даже не знаю, что добавить, да. Это потому что ты готовил. Спасибо. Подача на твердую пятерку. Это было очень красиво, это очень удобно есть. Большая тарелка, достаточно такой замечательный, красивый кусочек. Базилик, помидоры. Угу, подача пять. Вкус. Вкус был тоже отличный. Как мы уже и сказали, даже, ну, на мой взгляд, вкуснее, чем мясо по-французски. Вот я за итальянцев. Я ставлю десяточку. Дополнительных баллов не будет. Мне очень понравилось. Да, и я скажу, что мне кажется, что это готовил Юра Чернявский. Поэтому, не поэтому, просто ставлю 10 баллов, потому что мне понравилось. Это реально вкусно. Алла, отличная оговорочка по Фрейду. А я думаю, это предвзятая жюри. Откуда? Почему? Это судейство. Подача однозначно пять баллов, даже без разговоров. И я дополнительно балл поставлю, как бы это, может быть, не банально звучало, вот за вот эту вот салфетку лавандовую. Ну, я не знаю, это прям вот лето, лето, лето. Да, Вит, они удивляются. Это же не еда. Это не еда. Но это интерьер блюда. Это красиво. Вообще-то я в лавандовой. Мне можно добавить балл. Куда ты? Красиво. Загадочно. Шашлычки без шпажек. Это же руккола. Такие заморочились. Смотри, что делается. Это прям безумно красиво. А можно было даже вот это не готовить, вот это показать. Сколько удобно есть? Вита, мы не с того начинаем, по-моему. Это очень удобно есть. Это очень прикольно. Если это делали мальчишки, то они теперь знают, как удивить своих дам. Это делали зайчишки. Они знают, как удивить. Вот зачем ты обманываешь и зрителей, и наши жюри? В смысле? Что ты хочешь сказать, что ты делал их? Это безумно вкусно, это я. Шпажки ты делал? Шпажки? Фабрика какая-то делала шпажки. Очень мягкая. Рис. Вот рис, мне кажется, какой-то аль денте. Это какой-то ветер из итальянского. Ммм, вместо. Нет? Если это бурый рис, то он аль денте. То есть он таким должен быть? Да. Да, я так думаю, что... Началось. Вот она. Вот она. Не ждали. Хотя ты ждал. Ммм, какой соус интересный. Прям хороший соус. Прям очень вкусный. С грибами. Да. Мне сочности не хватает. Хотя нет, если где-то к серединке копнуть, немножко да, сочность появляется. Рис у меня на зубах таки похрустывает все-таки. Вита, это же бурый рис. Ну, значит, не мое. Может же быть так? Правильно или нет, но вот тут вот почерк Юры Зайца прям чувствуется. А я думаю, что... Возможно, я ошибаюсь. А я думаю, что это Чернявский. Аллочка, спасибо. Умничка, угадала. 5 баллов, распишись. Я ставлю за вкус 9 баллов. Мне не хватило все-таки сочности. Вот чего-то. Может, хлеба тебе не хватило? Нет. А зачем здесь рис? Зачем здесь хлеб? Есть люди, которые даже арбуз хлебом едят? Нет, нет, нет. Я не из их числа, поэтому я ставлю 9 баллов. Немножко, немножко вот что-то не дотяну, Юра. Юра. Какой-то. Какой-то, да. Подача 5 баллов однозначно. Сразили вот эти шпажки с маслинами. Просто и руколы шикарно. 5. Так. Ну и дополнительно балл не ставлю. Вкус я ставлю восьмерку. Все-таки вот этот бурый полезный рис, мне он как-то не пришелся ко двору. Мне кажется, он не должен быть таким вот прям недоваренным, на мой взгляд. 8. Подача. Ну, на мой взгляд, подача 4. Вот 4, все. Тебе тазик не понравился? Да, а балл я поставлю за, чуть не сказала оливье, оливки. Прям можно брать с собой, мне кажется, какой-то пикник. Вот один дополнительный балл ставлю сюда. Вот как-то так. Ну, вообще, ребята, молодцы, ты просто все очень великолепно. И если бы мой муж так готовил. Да, и если бы Юре Чернявскому попался бурый рис, мы бы посмотрели, как бы они посоревновались. Он бы тоже не справился. Молодцы, ребята. Наш куриный баттл завершен. Время напомнить, что кто готовил. Курицу с шампиньонами готовил Юрий Заяц, у Юрия Чернявского была куриная запеканка. Оценки они уже у меня. Давайте посмотрим, что же поставило Юри. 27 баллов. Отдали блюда Юрия Заяца. У Чернявского немного больше. 31 балл. В викторине сегодня был лучшим Юра Чернявский. Два бонусных балла его. Итого счет 27-33. Ну, и Инстаграм здесь вряд ли что-то исправит, но все равно и здесь у нас победитель Юрий Чернявский. Один бонусный балл от наших зрителей отправляется ему. И счет нашего сегодняшнего кулинарного баттла 27-34. С вами, дорогие зрители, мы прощаемся. Увидимся ровно через неделю. Смотрите «Дело вкуса» здесь всегда вкусно, весело и интересно. Пока! Куриная запеканка по-итальянски. Куриное филе нарежьте поперечными слайсами, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите кусочки филе на дно формы. Сделайте соус. Соедините майонез, сухой чеснок, зерненую горчицу и черный молотый перец. Смажьте соусом всю поверхность мяса. Измельчите немного петрушки и посыпьте ею соус. Помидоры нарежьте тонкими дольками и выложите по кругу на зелень. Приправьте немного солью и перцем. Натрите сыр на крупной терке и посыпьте им помидоры. Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Куриное филе с грибами. Шампиньоны нарежьте пополам. Замаринуйте грибы в сладком соусе чили. Добавьте мускатный орех, немного соли и перца. Отставьте в сторону. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками и сложите в пакет. Добавьте в пакет 2 столовые ложки муки, соль, черный перец, сухой чеснок, копченую паприку и немного орегано. Закройте пакет и равномерно встряхните его, чтобы специи обволокли каждый кусочек мяса. Обжаривайте мясо на растительном масле до золотистой корочки. Влейте к мясу 200 мл куриного бульона, 3 столовые ложки сладкого чили перца и добавьте 50 г бурого риса. Готовьте на среднем огне. На отдельной сковороде обжарьте на сливочном масле маринованные шампиньоны до румяности. Когда рис будет готов, добавьте к общей массе обжаренные шампиньоны. Перемешайте. Готовое блюдо посыпьте белым кунжутом, украсьте базиликом. У меня был такой случай в жизни. Звонок в 10 вечера, зима. Я думаю, кто? Соседские дети. Мама была на смене. Они хотят собаку покормить и не знают, как макароны сварить. Пришла, все, мы сварили собаку, накормили. Сейчас эти дети уже школу закончили. А сейчас нужно накормить Юрия Зайцева. Все хорошо.